Здравствуйте, дорогие друзья! С вами Наталья Ксенчак. Я сегодня записываю свой влог. У меня сегодня очень много дел. Сейчас я иду в налоговую, потом поеду на московский вокзал, встретиться с девочкой тоже с ютуба Натальей. Она хотела присмотреть шляпки. Потом мне нужно посетить несколько магазинов. Один из них в кафе «Бежу» по сотрудничеству. И еще вечером мы с Олегом идем на закрытое мероприятие. Итоги конкурса «Я топ-модель». В общем, это будет в очень крутом ресторане. Мы будем там делать репортаж. В общем, день сегодня очень насыщенный. Если вам интересно, то оставайтесь со мной. Сейчас мы пойдем с вами уплачивать налог за выигрыш 13% от выигрыша 30 тысяч. Хотелось вообще что-либо выигрывать, потому что такая непонятность с документами. Мне сказали, что уплатить надо до 19 июля. Теперь, короче, они говорят, что надо подавать декларацию не позднее, короче, июля следующего года. Но только по месту прописки, потому что по месту фактического жительства у меня никто ничего принимать не будет. Итоги конкурса «Я топ-модель» Я уже в Гордеевском универмаре. И сейчас иду, мне кажется, ужасный сяд. Иду, в общем, к девочкам в кафе «Бижон» за фетром. Итоги конкурса «Бижон» за фетром. Немного задержалась я в кафе «Бижон». Сейчас иду, бегу, можно сказать, на встречу с Натальей, показать ей шляпку. И мне нужно будет еще сходить в летуаль. И хочу купить чехол для своего нового телефона. Потому что прошлый был нестандартного размера, не смогла найти. Ну, для этого, я думаю, куплю. Привет! Да, мы встретились с Натальей. Как ты? Один, два, три? Ну да. Наталья, один, два, три в Ютубе. Сейчас пойдем мерить шляпку. Взяли на всякий случай тренч и курточку. Кафе искала, такой кругленький, как вместе. А то, конечно, без волос. Ну да, главное, чтобы по размеру подошли. Я сделала на московском вокзале свои дела. Купила еще чехол для телефона, стекло для экранчика. Встретила случайно старую знакомую, с ней поболтала. В общем, сейчас еду домой. Но это не значит, что отдых. Все равно очень много дел. Мы с Олегом идем на финал конкурса «Я топ-модель». Но я там не топ-модель. Мы идем тут... Ой, туфли спадают. Я как золушка, у меня маленькие. Маленькие туфли. В общем, мы идем туда брать интервью, делать репортаж. В общем, развлекаться, веселиться. И творить шоу. Мероприятия закрытые, что нас особенно радует. Очень классно, что нас начинают приглашать на закрытые туфли. Пожрем. Не факт. Видели, я сегодня ходила в кафе «Бижун». Накупила там фетры. И пришла и прямо за 15 минут соорудила шляпку на ободке. Потому что у меня к моей фиолетовой юбке совершенно нет шляпок. Вот. Такая я красивая. Это ресторан. Я там хотела банкет делать. Ну вот, когда представляла, что вот свадебный банкет. Потому что это один из самых крутых ресторанов с видом на АКУ. Находится в суперкрутом отеле АК. Ну это один из лучших отелей. Супер-мега-крутой. Да. Самый-самый. Да. Ладно, давайте. Здесь может продуктографироваться. Очень крутое местечко. Очень крутое. Да, мы едем в лифте. Крутой лифт, кстати. Крутой лифте, крутой отель. А, крутая пенька. А, крутая собака. А, крутая техничка. Да. Ну я чуть-чуть, кстати, волнуюсь. Чего волнуются? Кстати, вопросы. О, у нас есть вопросы? Да. Ой, давай сразу почитаем, а то такой страшный билестонщик. Олег подготовился. Уже здесь. Участвуем в какой-то лоббии. Смотрите, тут какой фуршетик. Да, фуршетик. Видите? Хо-хо. Сегодня для вас будет презентация модных коллекций известных нижегородских шоу-румов и дизайнеров. А кроме того, вы все станете свидетельствами. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА В общем, все остальное увидите в отдельном ролике, который будет посвящен мероприятию. Сегодня очень тепло. Я иду просто в футболочке. Очень тепло, как будто первый день лета. Котлета? Нет. Первый день лета. Олег голодный. Всем большой привет. Сегодня у меня утренняя съемка. Сейчас 10 утра. Через час у нас фотосессия. Модель уже сидит, красится. Вот. У меня на самом деле сейчас очень тяжелая сумка, потому что Олег на работе. Не смог все это взять. Вот. У меня, короче, к вам еще новость. У нас сейчас в Нижнем Новгороде происходит, ну, можно сказать, отбор ищет девушек, кто хочет поехать на модный приговор. Вот. Я, конечно, не поехала в качестве героини, но меня пригласили в качестве обвинителя, то есть сидеть рядом с Ромченко. Я думаю, что это будет очень интересно. Фух. Вот. Если все получится, то запишу еще для вас видео о том, как я была в качестве обвинителя. Кстати, я сегодня в черном. Это неспроста. Вообще у фотографов и у стилистов я сегодня в качестве стилиста вот несу вещи в том числе. Но, возможно, будет, если Олег, если Олег не отпустит с работы, то буду еще и в качестве фотографа. Вообще он лучше фотографирует. Вот. В чем суть? В том, что и у стилистов, и у фотографов все-таки существует дресс-код. То есть быть, по сути, это обслуживающий персонал, нужно быть как можно более незаметными, не проявлять какую-то яркость, чтобы, если особенно на мероприятие на какое-то идете, где, например, фотографируете день рождения, яркий какой-то наряд не обговорен, то нужно, конечно, одеваться во что-то нейтральное. Но я предпочитаю в черное одеваться. Вот. И, кстати, по поводу большой сумки я делала видео для вас про маленькие сумочки. Конечно, это не значит, что вообще никогда-никогда нельзя таскать тяжелые вещи. Просто, если вы, например, идете на прогулку, то, конечно, отдавать предпочтение нужно маленьким сумочкам. Но вот по работе мне приходится гигантские тяжелевые пакеты таскать. Чувствую себя как ослица, которая таскает тяжести. Ну ладно, вот уже здание рядом. Вот. Пойдемте туда. Тут, короче, огромное производственное здание. Сегодня не работает лифт. Надо подниматься на пятый этаж. Я умираю. Мы сегодня снимаем в студии «Зеркало». У нас съемка образа в стиле «Битлджуус». Ну, что-то будет такое немного безумное, странное. Вот. Такие тут локации. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Вот такие события произошли со мной за два дня. Надеюсь, вам было интересно. Всем пока!